Здравствуйте! Сегодня 11 мая и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Единая европейская валюта начала новую неделю резким восстановлением своего курса на фоне общего улучшения настроя инвесторов. Создание стабилизационного фонда в объеме 720 млрд евро для решения проблемных ситуаций в еврозоне и решение Европейского Центрального Банка о проведении интервенций по выкупу гособлигаций стран-должников вселили в участников торговли уверенность в завершении кризиса и привели к закрытию коротких позиций по евро. В понедельник в начале европейской сессии пара торговалась уже на уровне 1.3093, поднявшись от цены открытия торгов на 340 пунктов. Однако на этом уровне активизировались продавцы европейской валюты, вдохновленные комментариями представителя МВФ, который заявил, что пакет помощи еврозоне не может расцениваться как долгосрочное решение. Вновь почувствовав некоторую неопределенность, игроки прекратили покупки. Пара развернулась и резко обрушилась вниз, растеряв все достижения дня и установив дневной минимум на уровне 1.2759. Пара по-прежнему выглядит очень уязвимой. Тем не менее, на сегодня предполагаем возобновление подъема пары к ценовым уровням 1.2856, 1.2971, 1.3024, 1.3094 и выше. На торгах в понедельник фунт активно восстанавливал свои позиции, поскольку к инвесторам, вдохновленным европейским планом спасения, начал возвращаться интерес к риску. К тому же позитивный настрой по отношению к британской валюте усиливает слухи о том, что консерваторы и либеральные демократы почти достигли соглашения по коалиционному правительству. Обе партии поддерживают также и необходимость проведения срочных и конкретных мер по существенному сокращению дефицита бюджета. На этом фоне пара фунт-доллар поднялась почти на 300 пунктов, установив максимум дня на 1.5053. Однако падение евро на американской сессии спровоцировало и снижение британской валюты, которая к концу дня опустилась к отметке 1.4839. Мы предполагаем, что это снижение было вызвано коррекцией фунта к предыдущему подъему и ожидаем завершения снижения в ценовом диапазоне 1.4770-1.4692. А далее возобновление подъема пары к ценовым уровням 1.4885-1.4934-1.4986-1.5053 и выше. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует предварительный рост ВВП за апрель, а также данные по объему промышленного производства в марте месяце. Кроме того, выйдут показатели по индексу цен на вторичном рынке жилья, которые, вероятно, вновь покажут рост стоимости жилья. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.